Продолжение следует... Вроде со связью у нас всё в порядке. Ещё раз здравствуйте, рада видеть, приветствовать вас всех на наших прямых эфирах «15 минут с ребёнком в детском саду и дома», где мы вам рассказываем, как и чем заниматься с ребёнком, чтобы ему было интересно, но главное ещё и полезно. И сегодня я хотела бы затронуть такую тему, как развитие мелкой моторики. Каждый из вас знает и понимает, как важно это развитие. И, ну, во-первых, дети с хорошо развитой моторикой быстрее осваивают элементарные навыки самообслуживания, завязывать шнурки, застегивать пуговицы, одеваться. Во-вторых, дети с хорошо развитой мелкой моторикой улучшают быстрее, лучше графические навыки. Кисть укрепляется, и тем самым ребёнок готовится к письму и к предстоящим школьным нагрузкам. А как мы с вами знаем, что сейчас школа не даёт возможность раскачаться, свыкнуться с учебным ритмом, и вот неподготовленный к письму и чтению ученик будущий сразу же выделяется из класса. И тогда педагоги обязательно порекомендуют родителям заниматься с таким ребёнком побольше. что вот это срочное подтягивание первоклашки по письму лишь усилит стресс, поэтому лучше это делать постепенно. Также важно отметить, что развитие мелкой моторики оказывает мощное воздействие на работоспособность коры головного мозга. Только представьте, что одна третья часть коры головного мозга нашего с вами отведена движением рук, в том числе и кистей. И вот не зря говорил даже немецкий философ Эммануэль Кант о том, что рука – это наш вышедший наружу мозг человека. И также важно сказать, что мелкая моторика рук напрямую связана с развитием речи. Вы обращали, в частности, даже вот сейчас, внимание на то, что люди, когда не могут найти подходящие слова, начинают жестикулировать и своими жестами помогать найти какие-то слова. Например, ребенок, увлекшись рисованием или письмом, непроизвольно высовывает язык. И на самом деле мелкая моторика и речь – это связано между собой исторически, физиологически. И все еще это идет с первобытных времен, когда люди постоянно использовали жесты в обращении и при этом издавали какие-то эмоциональные возгласы. И потом уже постепенно появившаяся речь все равно долгое время сопровождалась активной жестикуляцией. И именно поэтому речи моторика являются взаимодружеские. И не зря они дружат друг с другом, потому что они не только воздействуют друг на друга, но они являются еще соседствующими зонами коры головного мозга. Поэтому мелкие движения пальцев положительно воздействуют на речевую функцию ребенка. А также надо отметить, что мелкая моторика влияет и на развитие мышления, памяти, воображения, логики, наблюдательности. Ребенок усидчив, координация, естественно, движений. И ни для кого не секрет, что развитие головного мозга начинается с самого юного возраста. Именно в детстве мы тренируем детей читать, писать, рисовать. Познают они различные вещи, чтобы во взрослой жизни их, наш мозг работал без перебоев. И поскольку занятие развитие ручной умелости предполагает определенную степень зрелости мозговых структур, заставлять ребенка заниматься через силу неэффективно. И нужно направить на упражнения, которые он будет выполнять с удовольствием и ему будет интересно. И вот я хочу вам предложить сегодня такие замечательные книги. То есть это серия книг. Серия книг называется «Переменка в школе семи гномов». Чем хороши данные пособия? Во-первых, серия стоит из четырех книг. Рисуем по клеточкам, рисуем по точкам, рисуем по цифрам и рисуем логические ряды. Но книги красиво, во-первых, оформлены. Для родителей и педагога написана полностью инструкция, как использовать... И вот давайте мы с вами попробуем провести. Вот эти пособия будут хорошо применяться, его можно использовать, как и в детском саду. Например, вот сейчас я взяла пособие «Рисуем по клеточкам». Оно хорошо подойдет для закрепления знаний по окружающему миру. Также можно эти пособия использовать, например, при дополнительных каких-то занятиях. И особо, но это я хотела чуть попозже сказать, что хорошо они пойдут для педагогов, специалистов. В частности, это психологов, педагогов-психологов и логопедов. Ну вот давайте мы с вами посмотрим, из чего же состоит книжка. Ну, вот и работа... Рисуем по клеточкам. Всем видно? Рисуем по клеточкам. Здесь первая тема называется «На озере». Во-первых, вы с ребенком обсуждаете, что он видит, кто бывает на озере. Рисуем по клеточкам. Рассказывайте истории. Вообще можно сочинять каждый раз историю. Будь это гном, здесь главный сюжет, главный герой – это гном, который либо путешествует, вот ходит в разные места, либо что-то украшает и детям предлагается помочь. И вот, например, на озере вы говорите, а что может быть на озере, кто в них живет? Вот рыбки, а кого ты еще здесь видишь? А смотри, здесь камыши и птичка прилетела, а еще кто из прикоски? И вот вы обсуждаете с ребенком. Дальше на пруду. Также кто живет, кого мы можем видеть. И, естественно, все обводится. Ребеночек, чтобы наша мелкая моторика заработала, координация движения. А потом в огороде обсуждаете, что в огороде. Можно спросить, сколько свеколок обрисовали, какие кислые, какие горькие предметы. Вот, например, тут перчик, да, острые предметы. В саду ягоды. Такие кисленькие, какие сладенькие, сколько их здесь. И вот таким образом по клеточкам рисуем. Следующее, которое я хотела вам показать, называется рисуем по точкам. Вот в этом пособии здесь тоже точно так же, точно так же здесь представлена инструкция, как, я бы, например, в данном пособии для начала бы ребенку рассказала, рассказала, вот смотрите, здесь много заданий с направляющими. Здесь опять получается очень хорошо. Вы говорите право, лево, да, вверх, вниз, это хорошо изучается. Дети по точкам и по ориентирам соединяют различные фигуры. Они по точкам и потом самостоятельно дорисовывают фигурки. Но, например, если у вас сообразительные дети, более способные, можно усложнить данное пособие. Например, вы говорите, вы начинаете диктовать три клетки вверх и так далее, как графические диктанты по клеточкам, но тут будет у вас уже по точкам. То есть всегда можно еще придумать другие различные задания. Вот, смотри, у нас гномики нарисовали красивый коврик. Помоги точно так же нарисовать. Вот ребенок соединяет, морковку делает, на какую фигуру похожа морковка, какого цвета, а заштрихую ее и так далее. И так далее. Ну, или вот это довольно сложное задание, когда вот коврик из геометрических фигурок, да, его нужно перенести вот на эти клеточки. Здесь настолько нужно быть сосредоточенным, понимательным. Но, естественно, вы должны подбадривать ребенка. Гонка говорит о том, что молодец, у тебя хорошо получается. Иначе из-под палки это будет детям неинтересно. Иногда бывает даже, знаете, какой-то соревновательный момент. Кто здесь самый глазастый, кто самый шустрый. Дети всегда хотят показать, какие они. Следующая серия называется «Рисуем по цифрам». Ну, это вообще особая серия. Здесь можно применять и на занятиях, и как дополнительные, и на занятиях по формированию метаметических представлений. Да, здесь идёт и соотношение числа. Смотрите, например, такое задание. Два слона, они два брата. Пожалуйста, разукрась их, чтобы они стали разные. И вот здесь есть шифр, ключ. Каким цветом, каким карандашом нужно разукрасить. Детям очень нравятся такие задания. Или, смотри, на лугу улетают бабочки, стрелкоски. Вы обсуждаете с ребёнком, что летает. А потом говоришь, ну, то... Вот ещё что-то прилетело. Догадайся. И соединяя цифры, дети... Вот я вижу вопрос по поводу рассчитанного ли пособия для групповой работы или индивидуального. Я вот как раз и сказала, что можно использовать как групповой. Я сама работала и в детском саду, и педагогом, и психологом, и воспитателем. И я использовала в занятиях всевозможные... Может быть, не полностью вот такими вот заданиями. Но если есть возможность приобрести на каждого ребёнка, это было замечательно. Можно в самостоятельную деятельность, да, в уголки нашей центра активности. Можно именно вот, чтобы каждый ребёнок... Вот математикой вы какие-то отрабатываете. А знакомые с окружающим опять взяли тему. Тут много тем, которые можно подкрепить. И тем самым ребёнок, ну, как бы, закрепляет полученные знания через письмо, да, получается. И если ещё подавать это интересно, то, мне кажется, это действительно ребёнок воспримет хорошо и усвоит, главное. Например, разукрасть домик, да, тоже по значкам. Это тоже задание, которое нужно... Которое развивает сосредоточенность, внимательность, соотнесение значка и какой должен быть цветом карандаш. Индивидуально особенно хорошо, например, вы знаете, что у вас в группе есть детки, мониторите, вот у него там не очень внимательный. Нашлась минутка, посадили его. И давай, только не просто на, садись и сиди, выполняй. А вы его, иди-ка я тебе что покажу. А знаешь, у меня есть такая волшебная книжка, там гномы. И пошли, рассказывайте, обсуждайте, делайте. Скажите, у вас там много детей и некогда других можно растерять, потерять и так далее. Ну, можно заинтересовать и попасть. Это группа небольшая. Ну, а вот для специалистов это вообще будет в идеале. Можно набрать разными упражнениями и проводить общеразвивающие занятия. Это, например, как для психолога. Добавив туда игры на сплочение, игры на рефлексию и так далее. Или же для логопеда, который еще и по разделам обсудит. Каким разделам? Ну, вот можно использовать в математике, в ознакомлении окружающем мире, при развитии речи. То есть они не прикреплены именно к программе. Но можно использовать их как дополнительная, закрепляющая возможность развить способность у детей. Смотрите, нужно разукрасить и понять, кто спрятался. То есть такие различные задания. Или там, например, вот здесь зашифрована цифра, а на этой страничке эти цифры, буквы, а эти буквы нужно перенести. То есть это такое должно быть глазомер, координация взгляд. Или, например, математические примеры. Решифов и узнав ответ, ты правильно разукрасишь дом. Ну и еще одна из серий – это логика. Логические ряды доставят большое удовольствие. Дети любят всякие различные логические задачки. Порой и взрослые готовы подумать. И вот смотрите, например, здесь нужно догадаться, какая закономерность и правильно разукрасить. Или там тоже найти пару, посчитать, сколько, какого количества. Вот вам опять математика. Вот представлена вся серия наших пособий. И следующее. Сейчас есть возможность приобрести эти замечательные книжки, серию книжек со скидкой. Если вы введете промокод на Школе Семи Гномов, это интернет-магазин официальный, это издательство «Мозаика Синтез», которое вот и издает такие прекрасные книжки. Если вы введете промокод большими буквами МПА, да, то есть Международная педагогическая академия дошкольного образования, у вас будет скидка, и что очень приятно, например, если у вас есть уже скидка на Школе Семи Гномов, то при введении промокода скидка 25% остается у вас на безразнице, если у вас даже была меньше скидка. Это акция до 15 апреля, так что я вам рекомендую приобрести вот такие замечательные пособия. На этом завершаем. И благодарю всех за внимание. Жду наших новых прямых эфиров. Надеюсь, вам было интересно. И... Спасибо.